Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Сегодня я расскажу, как приготовить вкусное сатэ с кабачками и баклажанами. Это яркое блюдо, которое готовится всего из нескольких ингредиентов, но очень вкусное и ароматное. Сатэ можно подать как самостоятельное блюдо на ужин, а можно и в качестве салата к любому гарниру. Чтобы удалить горечь из баклажанов, я промываю их в воде, обрезая хвостики, нарезаю крупными кубиками. Перекладываю кусочки в глубокий салатник и присыпаю солью. Перемешиваю, оставляю на 5-7 минут, после чего сливаю образовавшуюся жидкость. Можно залить баклажанную нарезку соленой водой, оставив на такое же количество времени. Очищаю морковь от кожуры, нарезаю средними кубиками в казане или кастрюле. Прогреваю растительное масло и высыпаю в него морковную нарезку. Убавляю огонь до минимума и обжариваю морковь примерно 5-6 минут. Очищаю луковицу, нарезаю полукольцами и добавляю в казан. Обжариваю еще 5 минут, перемешивая. Как только луковая нарезка станет румяной, добавляю еще отжатую баклажанную нарезку. Обжариваю 5-7 минут. Очищаю болгарские перцы разных цветов от семян, срезая крышечки и промывая овощи внутри и снаружи. Нарезаю их лентами или полосками и добавляю в емкость. Обжариваю такое же количество времени, перемешивая. Удаляю у томатов серединку ножом и нарезаю крупными кубиками. Добавляю в емкость. Можно заранее ошпарить и очистить их от кожуры, а можно воспользоваться консервами. Томаты в собственном соку. На этом же этапе всыпаю соль и сахар. Он удалит ярко выраженную кислинку томатов. Томлю все вместе около 5-7 минут. Промываю кабачок и срезаю с него хвостики. Нарезаю крупными кубиками и добавляю в казан. Перемешиваю и накрываю емкость крышкой. Томлю около 10-12 минут. Затем выключаю нагрев и оставляю соте настояться примерно 5-6 минут. Вкладываю овощное соте с кабачками и баклажанов в порционные тарелки или пиалы. Подаю к столу, украсив свежей зеленью, например, укропом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которое я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok